29 июля 2016 года вот синим утром завтракаем сегодня постный день без масла до помидорчики едим морковку утертую отки к месту подошел дело в чем спрашивает иногда как вы питаетесь посты соблюдаете так трудно наоборот полезно православные посты ну они не евангельского устроения так и нужно сказать единственный пост о котором говорят апостольские правила это сорок девятое правило 69 должно быть до 69 о том что четыре десятницы называется со 40 дней хотя на не 40 не считается 7 и 7 вот так 49 и среда и пятница необходимо соблюдать кто не соблюдает отключается на два года при счастье выходить соглашенными будет лета пищи она необходима вот раньше были разгрузочные дни слова разгрузочные то есть лишнего нагрузили и надо разгрузить рыбные дни были сейчас нету говорят из-за того что не было ну не было там в продаже мяса не хватало всем ели но однако само название разве не говорит или перестройка то есть строили не то заново дома разломать и перестроить 72 года шли не туда но название там думные люди делали и это тоже а что есть ну что что указано в уставе что его нельзя есть запрещено мясное во время поста это всегда молочная иногда бывает так щадящая молочная разрешается а мяса нет яйца молоко и яйца идут на равных это вот во время мамашки масляная неделя неделя перед самым постом великим за семь дней до пасхи это неделя маслящины вот и там разрешается молочные яйца рыба рыба всегда ниже еще по разрешению иногда разрешается рыба если рыба разрешается то еще ниже идут масло растительное вино тут надо понимать самое строгое мясо мясо не различается какое в христианстве нет этого хотя василий великий говорит у нас нет запрета на растение любое растение можем есть но не белины же мы объели что белину есть вот так и это у христиан все-таки считали что собака волк это хищное животное их не едят а тут показывает мусульманкой убили волка и она готовит из него тут же там три листика бросила и едят и попутно сказать носить мясо за ним вторая как бы второй этаж разрешается это молочная а если молочная яйца разрешается то все остальное что ниже уже разрешается мясо разрешает значит все остальное так дальше разрешается рыба во время поста допустим преображение господня 19 августа пост идет и вдруг строгий пост и вдруг раз праздник разрешается рыба рыба этой монахом монахом не разрешается только мясо а так все то же самое и он говорит а как вы питаетесь ну люди как-то болеют от пищи но сегодня не подготавливались просто меня спрашивают я сразу говорю давай-ка мы покажем как вот сегодня у нас 29 июля 2016 года пятница пятница и по уставу смотрим сегодня растительное масло разрешается нет не разрешается но всего нету нету иногда бывает вино разрешается вино и масло идут на равных но варьируют монахи но не проповедь то не знали не проповедовали а через живу лудок били и наш отец ничего не знал а пострете все знал и на посты смотрели вот допустим дверь открываем а гусиха парит там сидит гусиха под лапкой загорожена между ними зайдет она сядет а те что дверь то открыли петровки вам что ли петровки это петров пост вот как а успение то она госпожа богородица называлась госпожинки ну рождественские это рождество все это известно народ это знал больше не знали а жертвы христа вообще не знали но это было через желудок они давили но мы то знаем и поэтому у нас каждый день утром начинается святой воды немного если просвор есть просвору попутно сказать мы проехали с миссией была миссионерская поездка от владивостока порта находкой тихий океан до лиссабона турцию захватили скандинавию прибалтику пили воду везде не кипяченую прямо иногда пили вот свет такой вот как вот этот коричневая такая мутная вода все пени пейте не пейте пить нечем мы набирали пили с нами настрой и собака никто не заболел почему святая вода как мирские люди говорят энергетика большая то есть помощь божья и вот сегодня мы вот какая чашка такая удобная люблю вот у меня тут поработал я руку болит просто никита на это дело перешел на самое мелком вот я даже покажу вот терочка вот сколько в ней тут такая вот такая вот она идет но самая мелкая вот это вот на ней надо и вот на ней вот она какая кашица получается вот сюда же вот это белая это редька редька редьки потерли и огурцы я много огурцов иногда либо груза 4 вот таких вот за раз там одна вода вместо воды вот они лежат огурцы и все все это вместе перед завтраком я 9 лет издавал книги больше 30 тысяч часов провел за компьютером ну понятно что зрение у меня ослабленная там еще в тюрьме там в темноте сидел и я сохранил зрение я вижу где люди где скотина отличаю кверх ногами или прямо стоит дальше вот у нас помидоры помидоры свои а татьяне закупленные на батюшкины до бочки но это деревянные буквально одинаково а которые в сибири вот они мягкие 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 и вот нарезать сколько дней жидкости полно из четырех компонентов готовится помидоры нарезанная лук вот он лук иногда часто видите перышки где-то второй компонент третье растительное масло если не разрешается сегодня без него и соль все посмотрите уже две тарелки у нас стоят дальше и володя напек лепешки ну можно представить какая она по размеру если соединить вот такая примерно как лаваш настоящий хорошая володя пащенко покажи себя володя готовит пищу кроме того у нас сухари володя тоже сушат все это на них чеснок обязательно ощущать это чесноков это не делал жил а вот она где вот она не почищены но надо почистить было накопа чистить потом порезана надо 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 чистить сюда вот суп есть а суп и чего готовится здесь наверно капуста картошки капуста свекла морковка морковка когда лагерь действовал закрыт был 18 попутно сказать а на суде двадцать седьмого роснадзор требует запретить закрыть лагерь не было акта закрытия не было еще двадцать седьмого еще не было не было а потом закрывают потом штраф потом 90 мы этого ничего не ждали мы сами закрыли когда полиция была 20 27 суд идет а лагерь 18 июля за 9 дней до суда был закрыт я говорю так они били в пустоту я сейчас юристом говорю да били в пустоту они не подготовились мы не повинны ничего пока нету все за ягода к суду дальше будет нет 10 дней они имеют право протестовывать но навряд ли это пойдут на это иначе от сам поеду я им такие материалы выложу о гибели лагерей целых вот приехали с екатеринбурга во все области ни одного лагеря говорит нету что делают еще равно нас было совещание как сохранить детей приобретать дома в частных домах приглашать и так заниматься в отдельном месте где есть все они бьют по столовой и по спальню это исключить они в частные дома пока еще не лезут в начале чего каждый раз за столом компот или что ты готовишь там компот чай чай и пряник пряник бывает халва постный день это везде листья я готовил зелень когда лагерь был а что в зелень входит зелень я всегда беру это щавель по порядку если есть укроп даже листья двудомные крапивы листья одувальщика листья репья вот уже пять дальше лук бывает чеснок беру так что еще у нас здесь есть мы что-то еще раньше который там городе то бревень из 11 компонентов мелко режу а потом толку толкушкой обыкновенная толкушка вот она в кастрюле и толку это у меня здесь свое зелень называется вот он так и есть тут и удобишь она слипается там все и в первую вторую везде добавляет не вареная чтобы это было живой немножко посолить что же еще там добавляю а листья капусты и листья свеклы видите все что есть тоже проверено это и дети раньше было так лук даем перышки а бывает ребенок где-то и сбросит на низ а здесь нет она растворилась здесь лежит и вот сейчас куда его но морковка обладает особым свойством ее надо съедать как подперли в пять минут буквально вот это очень важно говорит а как пропадает я не знаю просто чувствую и потом прочитал про это вообще дольше никита ешь оставишь потом немножко где-то я когда пищи делают я 40 лет пищиком работал в эти людям то они не знаю чем угодить но представьте полторы тонны угля сохраняет меньше тепло до самого пола ребятишки ползают ну это опыт ну и они не знаю чем угодить а я спрашиваю вас ягоды есть ягоды да мы сейчас на вот этого не надо делать сейчас обед будет я пойду к вам вот здесь перед домом то в частном секторе же пищи то делаю я люблю сорвать вот так вот руку протянул вот так вот взял и в рот а потом вдруг прочитал вот этот промежуток который я сорвал и в рот это уже отрицательно что уже давно буквально если брать так в оригинале это я должен был с куста зубами и оторвать я сразу вспоминаю а молоко когда считается цельным молоком когда из вымени дает и струя попадает в рот наша мама была дояркой а если было не еще у нас 10 детей в семье отец инвалид 5 братьев 5 сестер нас семье было и мама у них корова была одна и молоко такое такая жирность если жирность 5 то у нее 7 кажется было камолая камолая то есть рогов нет а у ней ну так на голове как вот вот и я как ее надо назвать юлия этого на украине тимошенко юлия тимошенко то она у него впереди я не сравниваю ничего она красавица но именно вот так вот на голове у коровы все камолая называется и она мама ее маленько не додует а мы выгоним и она такая спокойная корова мы под нее сядем и в рот себе вот это уже молоко настоящий мне очень хотелось вырасти я самый маленький меня метр семьдесят два шестьдесят четыре килограмма веса самый маленький в семье а другие братья не там метр восемьдесят с чем-то и то другое то не доедал помню в корченой учились а мать кулагу сделает кулага это там я не знаю пшеница или что-то намолотая и в печку ставит там видимо с подой то она такая густая темно-коричневая ну как чем я не знаю даже сравнить толщенные фрукты или что-то вот ну и брата мне маленько даст на квартире живем думаю он на 5 лет старше меня и высоким ростом но я не наедаюсь он соскочил ну давай смиримся кто выше но кого выше то я вот так вот ему во первых она вообще росла то я так не докормили я не вырос это 72 но сейчас благодарю бога я теперь узнал что большой рост это еще не все надо другом думать он большой вырос а лишился главного вот у нас для сравнения вот эти были мы когда в португалии там дали денег евро и чтоб купили нам они продают продают помидор помидоры с веткой вместе прям так на ветке висят все одинаковые так не проживешь вот такие вот они есть твердые вот тут надо все вырезать уже а наши то помидоры то чудо какое и вот наша пища утренняя все здоровые все работают благословен господь не надо нарушать уставы у кого как у православных вот так я как-то с сектантами беседовал и говорю но вы верите что написано в евангелии в новом завете конечно павел говорит не буду впредь есть мясо и вина во век не на один день дабы не подать соблазна ради избранных которые бог избирает но вы можете во время великого поста не есть молостно а чего ради ну со ради соблазна соблазна павел я ни о чем не говорю ни о ваших галстуках не обритых и не христианских физиономиях не есть православная же среда то не сектантская все еще а чего рад то есть не будете а павел горит порабощая смиряю тело моё для чего дабы проповедуя другим самому не оказаться недостойным до павел не знал это он знал прекрасно все и однако делал а это нет я был у адвентистов это прям самом начале где-то и узнал что они не едят свинину я ее не ел я тогда с этого момента чтобы не быть соблазном отказался от мяса полностью и мясо не ем я уже не знаю ну 45 лет может быть в рот не беру почему ради тех которые могут соблазниться ради мусульман два миллиарда свинина едами называют и нет все равно будет с мусульманами живет и свинью держит пусть рам один гадаринская зараза залезла в рот надо уметь определить себя мне это вредно не вредно я живу живу сила есть есть я как-то на корабле работала капитан фролов был я пришел приехал когда из отпуска отпуск длинный там почему потому что работаешь выходных нету называется навигационные дни отпуск два месяца я приехал дошел на меня вот так вот дошел я врачу я дошел то пост у нас ясно это видно где-то ну и что ты караты сможешь таскать а я матрос первого класса был канаты не приходилось таскать самые сложные участки входа в канал где-то в порт города меня всегда вызывали там нужно чувствовать призвание иметь и меня всегда ставили на самые сложные участки попутно сказать это бог делает а вырос степи я говорю и как вы узнали а тут двухпудовые гири я грану давай там два эстонца были здоровые ребята красавцы ну он взял там поднял два-три раза я беру и пошел поднимать там 35 раза не так вот так вертикально держать ее силой бог не обделил вот так вот а теперь вот так вот вот так вот двухпудовую гирю вот так и сядь и поднимись сколько поднимите если я на одной ноге могу подняться 10 раз и на другой 10 раз 2 пудовой гири гири чтобы сантиметр до пола не доставал ну что начальнику да ладно тогда хороший был начальник не выгнал меня что я постился надо везде найти что-то интересное вот такое дело и в тюрьме и везде все время отжиматься все время занимался спортом и вот устраиваясь на работу где-то и попутно разговорились а сестры молоденькие такие следует но я-то уже 50 лет было так как вы будете работать вы же не сможете меня разделе они ну разделе то есть я разделся давай обследовать так у вас нормальное тело и вы не едите мясо не да как без мяса до меня муж из дома выгонит да нужды никакой нету даже никакой нужды нету я рыбу ем а почему вот я ее сырую ел малого соленую сейчас пришел братьям говорим все сегодняшнего дня сырой не будет а давайте все рыбу мне почему вчера она была маленько подсохшая я утром помолился и мне как на сердце лежит больше я такое не ем а как теперь она будет в пирогах я жене отнесу она надежда васильна сделать или там вареная там уху сделать а вы как хотите то есть я внезапно отрезаю сказал яйца не буду есть там 7 лет в 7 лет в рот не беру то есть я все время себя испытывал сказал я разговаривать не буду три месяца от меня слова а никто не слыхал ни одного и где я работал считали глухонемой а то я не мог удержаться жена сказала я как по зубам брязнул ей ну дальше пошло уже нельзя этого делать тем более жену бить нельзя я попутно все это говорю это все началось с поста у тебя не ладится назначь пост настоящий пост не пить и не есть но у нас такой в этом меню меняется называется постом это неправильно неправильно ну у нас так принято православное они не евангельское устроение посты наши но я православный и все вопросы сняты я обязан строжайше это исполнять я исполняю а внутри у меня этот пост мешает мне вот летом дети приезжают в лагерь когда лагерь еще был здесь я не могу дать тут сливки тут молочное могу мясо здесь взять я не могу пост идет мне не нужен этот пост он не имеет значения но я православный теперь я у бога прошу господи дай мне любви к православному постам я их исполняю а если сейчас отменят отменят на соборах правильно сделают оставить только великий пост и всегда пятница а еще некоторые понедельник берут от созрешно ну и что ничего я у бога выпросил теперь я люблю эти посты я их всегда исполнял с детства но мощность как потому что ну надо а теперь дай мне любовь я православный поэтому православного себя я принимаю без всякого мухляжа без обмана без дураков все на этом хлопцы и конечно за два часа до сна уже ничего не есть и вечером на сон грядущий ложку меду настоящего с пасеки вот она где здоровья простая диета богу слава